Все репетиции позади. Теперь спектакль в руках артистов. На сцене 1941 год. Ленинград. Началась война, и цирковой пёс Витя потерял своего хозяина. В попытках найти его, главный герой старается разобраться, что вокруг него происходит, что такое фронт и как теперь жить. Ведь на войне больше всего страдают самые беззащитные. Мы играем человеческую историю, и автор закладывала туда тему самые беззащитные существа во время войны, животные, дети. Поэтому такая-то история может быть глазами детей скорее. Екатерина Гороховская уже поставила на сцене севастопольского тюза спектакль «Мой папа», который пользуется успехом и уже собрал множество наград. На этот раз вместе с режиссёром из Петербурга трудится команда. Это художник-сценограф, он же художник по костюмам, и хореограф. Декорации собирали буквально всем миром. Например, очень нужные трубы нашли лишь за несколько дней до премьеры в музыкальной школе. Актёры наши признаются, несмотря на близость премьеры, они всё ещё продолжают вживаться в роль. Какие-то фокусы, вот типа таких, пришлось оттачивать по новой. Да, так умел жонглировать, в принципе. С актёрами у нас не было сложностей, нам очень вместе всем хотелось, чтобы всё получилось. Тема волнует всех, поэтому как-то мы сразу нашли общий язык. А дальше были сложности уже, как вот воплотить придуманное. Просто придумалось быстро, а вот его воплотить, собрать, чтобы это всё так на одном дыхании шло. Вот это было сложно. Постепенно, всё постепенно, но без сопротивления. То есть я постарался принять всё, что режиссёр от меня требует. Казалось бы, такая грустная тема, но от неё такой свет исходит. И такие волшебные какие-то чудеса происходят на сцене, тем более там ещё цирк задействован. Всё это очень интересное, завораживающее зрелище. Мы надеемся, что премьера будет иметь большой успех. Новый сезон таит в себе много сюрпризов. Уже 5 октября по всей стране открываются большие гастроли театров для детей и молодёжи. И начинаются они именно с Севастополя. К нам приезжает Ульяновский театр юного зрителя, который покажет три своих постановки. Позже на гастроли отправится и севастопольский тюз. Это тоже будет премьерой, потому что раньше наши артисты участвовали только в фестивалях. А мы в свою очередь в ноябре стартуем в Москву, в Театр кукол, где мы в прошлом году, в прошлом сезоне успешно выступили со спектаклем. Мы стали победителями лучший спектакль. Был объявлен наш, мой папа. И в этом году мы везём тоже три своих лучших спектакля. В будущем руководство театра планирует гастролировать и с постановкой «Бах-бах-бах». Они убеждены, это спектакль, который обязательно оценят на фестивалях. И приглашают детей от 12 лет и их родителей оценить главную премьеру юбилейного 30-го сезона. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.